Парни, девчонки, всем привет! Давно мы с вами не виделись. Сегодня вторник, 19 декабря, и в конце рабочего дня в домашней обстановке я вам расскажу интересную историю о том, как я взял потребительский кредит и спустя месяц осознал, что я дико вляпался. На данный момент уже прошло чуть больше пяти месяцев, и поэтому я нашел в себе силы вам это рассказать. Я думаю, этот ролик будет действительно полезный и поучительный, ведь не каждый сможет, согласитесь, сесть перед камерой и рассказать, как он лоханулся. Вот на самом деле. Буду честен и откровенен, поэтому сейчас я вам все детально расскажу. Прежде чем мы начнем, парочка новостей по каналу. Ну, смотрите, первое. Мы не снимали видеообзоры чуть больше двух недель по одной простой причине, так как на дворе сейчас конец года, и на нашем предприятии мы занимаемся производством наружной рекламы. Большой завал, слава богу, работаем, и основная работа, как я вам говорил, всегда на первом месте. Второе. Многие из вас спросили, мол, сними что-нибудь более-менее доступное по деньгам. Чего мы снимаем эти машины? По 3 миллиона рублей, когда не каждый их вообще может купить. Вот. Есть предложение снять новый Kia Rio X-Line, который стартует по цене 750 тысяч рублей. За 800-900 тысяч более-менее доступную комплектацию взять можно. Поэтому в эту пятницу подтверждение уже от дилера есть. Ничего там заказного, никакой не рекламный обзор, все делаем по-честному. Самое главное, чтобы срослась погода и с работой. А сегодня я вам хочу рассказать историю о том, как я взял потребительский кредит в 1 миллион рублей на себя, в 1 миллион рублей на свою жену. Прошел месяц, и я понял то, что я вляпался, что я допустил стратегические ошибки, но уже обратного пути нет, так как платежи начались. 3 месяца я молчал, и потом как-то подвернулся в случае, мы с ней едем, я говорю, хочешь тебе прикол сейчас расскажу? Она говорит, давай рассказывай. Я ей рассказал прикол, как мы переплачиваем ни за что почти 500 тысяч рублей. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Я постараюсь рассказать все детально, но не буду размазывать. Для того, чтобы вы поняли, взяли, намотали на ус, знаешь, нужно учиться на чужих ошибках. Вот я сейчас действительно жалею. На ютюбе полно видеороликов, где люди рассказывают, как надо брать, показывают различные роды программы. Я вас этим грузить не буду, все в доступной форме. Просто расскажу вам свою историю и скажу, где я ошибся. А началось все в конце июля текущего года. Мне срочно понадобились деньги для улучшения жилищных условий. Подвернулся хороший вариант, на нем я акцентироваться не буду. Факт в том, что каждый из вас сейчас может моделировать эту историю под себя. Допустим, тебе захотелось купить автомобиль, и ты думаешь, что же взять автокредит или потребительский кредит, взвешиваешься в различные условия. Ты хочешь себе купить квартиру, дом, дачу, неважно. Нужны деньги. Что делать? Естественно, когда идет речь о больших суммах, никаким друзьям ты никогда не обратишься, потому что, ну, как правило, нет у нас таких богатых друзей, которые могут дать денег и сказать, два ляма будут, вернешь. Нет, как правило, все хотят либо гарантии, либо еще чего-то. Таким образом, буквально в первые же сутки я понял то, что мне дорога одна в банк. Сроки были реально сжатые. Был, условно, понедельник, и я понимаю то, что нужны деньги. В течение одного дня я собираю все документы, там, на самом деле, набор сейчас простой, справка с работы, трудовая книжка, копии паспортов, все. И эти документы ты несешь в банк. Исходя из того, что предложение для меня было действительно горящее, у меня не было времени ни с чем знакомиться. Я понял одно, что надо брать документы и ехать по банкам их раскидывать. Слава богу, в Москве на это есть все возможности, так как приезжаешь, стоит огромный торговый центр, и в нем идут все различные банки. На секундочку скажу, банки, которых я сейчас назову, я никаких претензий к ним не имею, я никого не рекламирую, я никому не делаю антирекламу. К ним претензий особо нет, претензий есть, однако, ко мне. Вы в процессе видеоролика поймете в чем. И все идет, как обычно, повседневная жизнь, суета, работа, одно, второе, третье, звонки, и надо еще съездить в банке. В общем, выбираю в течение рабочего дня, начинаю заезжать, раскидываю им эти документы, заходим с женой вдвоем. Мне взять миллион и ей взять миллион легче, чем нежели я приду и скажу, дайте мне 2 миллиона рублей. Потому что ранее у меня никогда кредитной истории не было, они посмотрят на меня, скажут 2 миллиона. В общем, не знаю почему, но человеку, который работает, действительно трудится, у него что-то есть. Банки тяжелее дают кредиты, нежели чем будет какой-то алкоголик, в кавычках, извиняюсь за выражение, наркоман. Он скажет, мне нужны деньги, 300-500 тысяч, без проблем ему дадут. Почему? Ну здесь каждый может додумать, что он не будет платить, у него что-то можно забрать. В общем, факт в том, что я начал ездить по банкам и раздавать им документы. И первые два банка, в которые мы обратились, это был Альфа-банк ВТБ-24. Вот здесь у меня лежит два договора, которые, судя по всему, проживут со мной лет 5. Но я, конечно же, буду надеяться, что я закрою этот кредит досрочно. Тем не менее, рассказываю, заходим и оба подаем заявки на получение 1 миллиона рублей. Документы у нас с зарплатами были плюс-минус одинаковые, у нее зарплата была указана чуть ниже. Факт в том, что мне сотрудник говорит, смотрите, вы можете взять кредит на один год, но тогда у вас будет большой платеж ежемесячный. Всякое бывает, мало ли, не потянет. Захотите сами его растянуть чуть подальше. Дальше уже будет сложнее пересчитывать. В общем, предлагает мне взять кредит с маленьким платежом на 5 лет. Вы в любом случае придете досрочно платить. Закройте, проблем никаких не будет. Я сижу, думаю, напоминаю, время на принятие решения было крайне мало. Меня уже ждет человек с деньгами, либо же предложение уйдет от меня дальше. Я говорю, окей, давай, что получается. Сидим, я ему открылся там душевно. Сижу, рассказываю, канал веду на ютубе, про машины снимаю. Он сидит, знаешь, такой в компьютер бьет, да-да-да, слушает, меня интересуется, расспрашивает. Я думаю, ну все, контакт установлю сейчас. Ну там парень тоже, моего возраста, мне 27. Думаю, ну сейчас будут классные предложения. И он мне говорит, смотрите, вот вам кредит с ежемесячным платежом 31 тысяча рублей. Вам эти цифры сейчас ни о чем не скажут. Но факт он просто психологический. 31 тысяча в месяц, миллион рублей мы вам даем, 265 тысяч рублей идет там как страховка, тире, с учетом сразу переплаты с процентами. Я думаю, слушай, миллион 265, то есть я даю миллион плюс 265 тысяч процент за 5 лет. Я думаю, да блин, да классно. Если что, досрочно закрою, да и ничего страшного. Думаю, там сделаю перерасчет. Он мне, да-да-да, сделаю перерасчет. Вот примерно так весь диалог и велся. Я на все соглашаюсь, подписываюсь, выхожу. Выходит также жена, ей делать предложение плюс-минус выгоднее. То есть на 60 тысяч у нее было предложение серии 1 миллион 180 тысяч рублей. Вот эти 180 тысяч мы стоим и говорим, слушай, ВТБ-24, ну, наверное, процентная ставка пониже. В общем, мы остаемся довольными. Думаю, 180 тысяч у нее будет переплата и 265 тысяч у меня будет переплата. Все, садимся в машину, едем дальше на работу. Дела, все, движуха начинается, рабочий день. В течение часа нам перезванивают, говорят, одобрено. Мне одобрено, я говорю, что делать? Говорит, приезжайте, забирайте ваши деньги, они вас уже здесь ждут. Мы отправляемся забирать деньги. И вот мы приезжаем в отделение, она к себе, я к себе. Они находятся 25 метров друг от друга. Мы сидим, мне парень говорит, вот вам карточка, сейчас сразу заводим, скачивайте мобильное предложение. Я вам сейчас помогу, сейчас все сразу увидите, какие ваши платежи, переплаты и так далее. Я говорю, да, классно, все это делаю, скачиваю. В общем, захожу тут же в банкомат, снимаю все деньги. Она снимает, я снимаю и мы уезжаем. В процессе первого месяца всю сделку, которую я хотел, я совершил. Сейчас, на секундочку, все идеально, все классно. Условия улучшены, я всем доволен, все здорово. Я совершаю первый платеж, тем самым я уже подписываюсь официально на все условия. Вот это важно сейчас. Вот когда вы берете кредит и делаете первый платеж, все. Считаете, обратной дороги уже нет. И потом я сижу, изучаю дома документы и понимаю, что думаю, странно как это получилось. Мне, значит, платеж ежемесячный 31 тысяча рублей, жене 27 700. Думаю, ну нифига себе, надо разбираться. А тем временем, недели ранее, я уже положил на свою карточку 31 тысячу и на нее карточку 27 700, подписавшись на все условия. Начинаю изучать. И вот бумажка. Вот сейчас вы видите, парни, никаких секретов нет, ничего здесь не скрываю. Здесь, знаешь, каких-то личных данных. Какие здесь личные данные? Здесь ты только платить за меня можешь. Здесь, как бы, знаешь, ничего мошеннического ты не сделаешь. Факт в том, что здесь все обведено. Я начинаю смотреть, вот прописано, сумма кредитного лимита и кредитования, порядок ее изменения. Когда я сидел в отделении, я думал то, что, ага, миллион я беру, 264 тысячи, и это будет процент. По факту выясняется, 264 тысячи он мне впаял страховку жизни. А ей 180 тысяч, тоже страховка жизни. И тут мое сердце начинает, знаешь, биться, прям очень сильно, прям так, тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. Я думаю, что такое? Потом я смотрю свою ставку, 16% годовых. А когда я сидел там, там были цифры, что-то из серии 11, 90, ну, 12%. Я думаю, да что такое? И когда я начал смотреть, я уже вижу, своей рукой написано, миллион рублей я беру, 860 тысяч со страховкой, это реальная переплата, не 260, на которые я рассчитывал. Я начинаю звонить в банк, говорю, здрасте, так и так, страховку, можно ее отменить? Они такие, да, конечно, если не прошло 14 дней, пожалуйста, пишите заявление, вам ее отменим. И тут я сижу так вот просто за голову, берусь и думаю, да е-мое, как так вообще могло получиться? Вот знаете, есть поговорка, вот кто смотрит канал постоянно, знает, потому что я люблю поговорочки. Спешка нужна при ловле блох. Вот в моем случае я там торопился, рабочие моменты решал, что-то где-то пытался заработать, думаю, так, кредит сейчас возьмем, банки-то вроде проверенные, сейчас все нормально будет, сейчас все по-честному. Ты вот думаешь, на самом деле, мы с ним сидели за столом, он ни разу не сказал так вот в открытую, 264 тысячи, это страховка жизни, от которой вы можете отказаться, она вам вообще по сути нафиг не нужна. Я им звоню, они мне говорят, а что вы сделаете? Уже больше месяца прошло, первый платеж вы совершили, 15 дней для отказа от страховки тоже уже прошли. В общем, вы уже все, кредит на вас висит, вы, как бы, кредитная история ваша началась, поэтому игра продолжается. Я говорю, так, достаю памятку, начинаю читать, что же такое страховка жизни. Когда мы с ним сидели, я помню вот так вот отдаленно, что он говорил, если вдруг вы там потеряете работу, либо еще что-то, она вам поможет. Но я думал то, что в этот процент уже, как бы, включена страховка жизни, а 265 тысяч на тот момент меня вообще устраивала переплата за 5 лет. Я думаю, ну, классно. Факт в том, парни, чтобы воспользоваться страховкой жизни, ты должен стать либо инвалидом первой группы, что вообще страшно и никогда не хотелось бы, чтобы это было, либо тебя должны убить. Все. Если ты теряешь работу, то твои действия следующие. Ты платишь 265 тысяч. И что ты за это получаешь? Ты должен пойти встать на учет, что ты потерял работу. Тебе будет что-то предлагать. Ты должен бегать, собирать документы, сдавать для того, чтобы за тебя банк заплатил 3-6 месяцев. Платеж он за тебя платит, все. Дальше кредит остается на тебе. Ты там ничего не спасает. Просто ты получаешь возможность за 3-6 месяцев сменить работу, найти максимум, что они тебе еще могут сделать. Это пересчет по проценту. Вот сейчас, на секундочку, хочу всем сказать. Я не пытаюсь жаловаться. Как вы видите, у меня, в принципе, приподнятое настроение. Я просто вам рассказываю свою историю, показываю, как я по своей невнимательности, по своей глупости влетел, ну, примерно на 500 тысяч рублей. Поэтому досматривайте этот видеоролик до конца. Обязательно делитесь им с друзьями. Пусть они смотрят и учатся на чужих ошибках. И факт в том, я вам подчеркиваю еще раз, что из-за своей невнимательности, из-за своей торопливости, я влетаю практически на 500 тысяч рублей, которые я отдаю страховым службам вообще ни за что. И я никак эти деньги не верну. Даже если по условиям кредитного договора, от именно страхового договора, я вот завтра, ну, самое страшное и смешное, скажу, да пошли вы все, повешусь, все равно кредит останется на мне. И он перейдет уже на моих родственников. Ну, суицид здесь прописан. Если ты, типа, знаешь, не потянул по жизни, блядь, ты все равно за него будешь должен. Даже была такая история, когда муж и жена убили друг друга, чтобы вот на детей на них не перешел этот кредит. Представляете? Еще очень нравится такой интересный подход по мобильному банку. Когда я захожу в свое мобильное приложение, сидя еще там в банке, когда только оформлял, миллион двести шестьдесят пять тысяч. Он говорит, вот будьте платить, и эта сумма будет уменьшаться. Я делаю первый платеж и ожидаю, что цифра станет, ну, минус тридцать одна тысяча. То есть там один миллион двести тридцать четыре тысячи. Фигу. Сначала просто списывается 13 тысяч рублей. И выясняется то, что другая часть суммы, это идет как раз-таки погашение процента. Таким образом, в реале у меня в телефоне должна отображаться цифра что-то около там миллион восемьсот тысяч рублей. И это было бы по-честному, я бы видел то, что вот эту сумму мне нужно закрыть. И когда я вечерами сижу с калькулятором и начинаю бить вот эти суммы миллион восемьсот плюс сумма жены, там, миллион семьсот, я понимаю, что полтора миллиона это сумма переплаты, страховка плюс проценты и еще два миллиона рублей это основной долг. Я говорю, слушай, как я тебя сильно люблю. И вот мы с ней ехали, так смеялись, вообще так было весело, потому что, знаешь, кредит он объединяет на самом деле. Я говорю, куда вот теперь ты без меня, куда я без тебя. А вот мы теперь с тобой вместе, все как минимум, пять лет у нас все будет точно хорошо и никуда мы друг от друга не денемся. Понимаете? Позитив, он умирать должен последним. Я теперь понимаю, что вот были ошибочки, не дочитал, не досмотрел, подписался на страховку. Многим из вас, да, рассказывал, парни, страховка жизни, дерьмо, отказывайтесь. И сам в это вот вляпался, вот, пятый раз говорю, из-за невнимательности. Зато теперь у меня есть классный стимул вставать пораньше, ложиться попозже, больше работать. Ведь чтобы не переплачивать этот бешеный процент, мне нужно как минимум постараться закрыть кредит досрочно. А для этого мне нужно сейчас в экстренном порядке, в ближайшем, ну, хотя бы год заработать чистыми 20,5 миллиона рублей и отдать их банку. Конечно же, я буду пытаться воспользоваться страховкой жизни, буду сейчас ездить по банкам, конючить, говорить, тетенька, извините меня, пожалуйста, сделать мне хотя бы поменьше процент, сделать мне перерасчет. Уверен, они мне будут пытаться послать далеко и подальше, мол, платишь, плати дальше, тем не менее, будем пытаться. Ну, а вам я хочу дать несколько советов, основываясь на своем опыте. Первое. Никогда не берите кредит в первом попавшемся банке. Какие бы условия вам там не предлагали изначально, мол, это самое выгодное, все классно, только для вас, возьмите паузу обязательно, сходите еще в 1-2 банка, взвесьте все предложения, пообщайтесь. Вам менеджеры сами будут рассказывать, где какие подводные камни. Второе. Всегда отказывайтесь от страховки жизни. Если вы сидите вот с менеджером, он говорит, от нее нельзя отказаться, будет переплата по проценту, повышенный процент, что угодно. Скажите, да, 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 окей, выйдите из банка, позвоните туда же и скажите, хочу взять кредит, могу ли я отказаться через несколько дней о страховке жизни. Вам наверняка скажут, что да. Менеджер, который сидит напротив вас, он это делает по одной простой причине. Если вы подписываетесь и берете эту страховку, он получает себе процент. Третье. Никогда не берите кредит на максимально возможный срок. Если ты знаешь то, что год, полтора, два, и ты его закроешь, возьми на три года максимум. Не бери на пять лет для того, чтобы получить этот маленький платеж. Вот в этих маленьких платежах, на самом деле, вся такая замануха. Вроде бы казалось, да что там платить-то, вроде бы немножко сможешь справляться. Но по факту бешеные переплаты. Но на самом деле, ну просто грабеж, ну 860 тысяч. Ну куда такие деньги? Если у вас есть возможность вообще избежать кредита, воспользуйтесь ей. На тот момент я мог продать машину. У меня был бы миллион рублей. Продать другую машину, был бы тоже миллион рублей. Я бы мог купить автомобиль попроще бы ушный. И таким образом, я бы не был бы никому ничего должен. Друзья, это мой жизненный опыт. Сказать, что я жалею, это ничего не сказать. Тем не менее, будет стимул, будем работать больше. Парни, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал. Там выходят сюда только свежие новости. Будем снимать больше, будем рассказывать больше поучительных историй. На самом деле, есть что рассказать. Каждый день происходят невероятные вещи. Поэтому пишите ваше мнение в комментариях, кто из вас вляпывался. Парни, я с вами, я в кредитах. У меня на этом все. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.